КФУ Мы можем собрать ячейку квантовой памяти, которая будет отличаться от ячейки для хранения радиоволны, потому что в множестве ячеек волна будет распределяться так же, как примерно в атоме, если проще говоря. Там разработчик любит шутить, что ему приходится исследовать сигналы, чье поведение практически загнан на ячейку. Потому что если у нас имеется ячейка квантовой памяти, и мы туда посылаем радиоимпульс, он имеет свойство храниться некоторое заданное время, которое позволяет ему данная ячейка. И так получается, что этот импульс, вот это время молчания, время хранения, он получается как бы загнан в ячейку. Кирилл изучает шепчущие галереи, с энтузиазмом проектирует мультирезонаторные системы, которые будут работать с так называемыми шепчущими галереями. Обычно шепчущие галереи называют помещение, где звук проходит вдоль стен, но не слышен в другой части здания. В Казани есть такая шепчущая галерея, причем она является одним из любимых мест горожан. И известна она как арка влюбленных, которая находится в парке Черное озеро. Там волна существует очень долго, два собеседника стоят по разные стороны этого купола, получается, в виде полусферы. Если они говорят друг другу прямо, буквально через рупор, они друг друга будут слышать хуже, нежели когда они будут говорить без рупора, а просто вдоль стенки. Я бы хотел у нас вот такие системы попробовать развивать, потому что на вот таких очень хороших резонаторах, которые будут, на модах шепчущей галереи, можно строить различные штуки, которые могут применяться и в радиоастрономии, в космонавтике. Как выяснилось, интерес к акустическим эффектам не случайен. С детства Кирилл увлечен музыкой. Удивительным образом в жизни молодого ученого переплелись в едино искусство и наука. Аделья Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.